Видно все хорошо? Я вот не хочу это зачитывать, я вам пока это подержу. Мы грамотно прочитать. Прочитайте. Это определение, которым я пользуюсь в своей мыслительной деятельности, еще своим делом их выписать. Потому что то, что я здесь слышу про массу, про энергию, но при моем взгляде, при моем подходе, не лезет ни в какие ворота. Пока считает, я картинку одну нарисую, которая в дальнейшем будет. Как можно сравнить стоительные вещества с объемом? Человеческий организм снаджен несколькими приборами для анализа окружающего мира. Самый важный из них это зрение. Позволяет определять направление и разность между направлениями, то, что мы называем углами. И методом параллакса определяет через углы расстояние и расстояние между глазами базу, размеры предметов и расстояние до них. Значит, я хотел найти в интернете картинку параллакса, как работает глаз, я не нашел. Но все знают, или надо нарисовать будет, когда одним глазом смотрим, двумя глазами смотрим на левый край предмета, двумя глазами смотрим на правый край предмета, у нас получается треугольник, есть база, тангенс угла, определяем расстояние. Смещение одним глазом, другим глазом, угол определяем. И через синус угла, опять-таки через базу, определяем размеры этого тела. Клетки рецептора в глазах, поглощающие свет, омываются потоками крови, в которых присутствуют колебания еще от двух приборов нашего организма, сердца и дыхания. В результате на эмбране клетки происходит двойная оцифровка колебаний от биений сердца и дыхания колебаниями локальных полотностей вещества внутри клетки от поглощенного молекулами радопсина, ну, в клетках сетчатки глаза, поглощенного света. Это приводит в способность оценивать угол фазы поглощенного света числом периодов биений сердца и дыхания или долями этих периодов. Другими словами, измерять тот же самый угол в единицах времени. Отсюда получается субъективность времени. А в результате размер расстояния и время два разных субъективных имени для одного и того же угла. Два разных субъективных имени для одного и того же угла. Нет между ними разницы, кроме имен. Значит, следующий. Ошибка ремера. Представьте тебе три стрелки на одном циферблате. Одна стрелка вращается со скоростью один год, один оборот за год. Вторая стрелка совершает один оборот за 11-86 лет. И третья стрелка за 42,5 часа. Это Земля, Юпитер и Ио, спутник Юпитера. Значит, посчитаем угол. Совместили стрелки в одном направлении. Посчитаем угол, через который стрелка Юпитера и стрелка Земли станут в одном направлении, но по одной оси, но противоположных направлений. Время сосчитано. За это время Ио совершит 112,037 оборотов. Ио проскочило уже на точку, где она ходилась при соосном положении Солнца, Земли и Юпитера. То есть ближайшее расстояние между Землей и Юпитером. Засекли время выхода Ио из-за Юпитера. Земля ушла за Солнце. Снова смотрим на систему Юпитера. Ремьер говорит, на 22 минуты будет запаздывание. Я считаю, я получаю, что Ио на 95 минут впереди по своей орбите. О каком запаздывании можно говорить речь. Все остальные расчеты, можно производить кучу расчетов. Значит, эти три стрелки совпадут между собой через 1206 суток. Значит, к сожалению, из интернета исчезли. Я не смог найти записи Ремьера, где были его измерения по датам, чтобы по астрономическим календарям все-таки попытаться совместить, что там и как у него получается. Но подтасовка, ну, прямо налицо. Одно измерение 22 минуты. И 340 лет скорость света имеет конечное значение. Ну, это просто волосы дыбом встают. Значит, вопрос этот будет задан. Откуда же появилась конечная скорость света? Значит, Фуко, Физо, Майкерсон в 19 веке произвели измерение. В 19 веке я не думаю, что была возможность измерить время сотни миллисекунд. А это мужики догадались. И методически, опытом, смогли измерить это время. Я попробую руками показать первый опыт Фуко с шестеренками. Перекрывающиеся шестеренки. Зазор, вот этот вот зазор, значит, как только вот это расстояние внизу зазора становится равным расстоянию длины волны, свет перестает проходить. Дальше идет дальше, 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 дальше. Наверху расстояние по краю стало меньше длины волны света, используемого в опытах. Все, свет перестал проходить. Мы обрезали, амплитуда плавно уменьшилась, и вместо непрерывного потока от лампочки, или что они там, излучатели использовали, ничего не излучается. Свет полетел, вот этот вот импульс, полетел до мишени, до зеркала, от него отразился. Вращением шестеренок добились, чтобы вот когда шестеренки начали открываться, свет, отразившийся от зеркала, успел, начал попадать по увеличивающейся амплитуде в этот отрез. Таким образом, они по частоте, по скорости вращения шестеренок определили время, сколько свет потратил туда-обратно, и импульс света потратил туда-обратно. И получили эту цифру, округленную, 300 тысяч километров в секунду. А на самом деле, эту цифру можно использовать, как пересчет единиц измерения секунда в метры и метр в секунду. Дальше. Значит, красное смещение. Это эффект наблюдателя. Здесь написано формула для угла. r-радиус галактики, r-большое, расстояние показательное. Значит, Хаббл производил свои измерения прибором смещения спектральных линий. Поэтому прибор измеряет вот все количество вещества, которое попадает вот в этот вот телесный угол. И при увеличении расстояния до галактики, объем этого угла, объем конуса возрастает. Это и есть увеличение длины волны или покраснение света. Значит, ну тут две формулы написаны для площади сектора и приписана формула для телесного угла. Мы получаем и в том, и в другом случае считая площадь сектора, умножаем r-квадрат на угол, а в случае телесного угла одна треть объема этого конуса одна треть, r в кубе и при больших расстояниях деленное вот на r, деленное на r-квадрат. То есть опять получаем линейную зависимость длины волны или красного смещения от расстояния. Никакого разбегания галактик нет. Значит, в свое время мне попросили разобрать гаишный радар и принцип работы гаишного радара позволил сделать то же самое вывод. Работа идет по изменению угла наблюдения. Больше угла наблюдения мостиковая схема стрелка отклоняет вправо. Угол меньше стрелка отклоняется влево. на полигоне произвели градовировку этого прибора электрическими радиотехническими методами производя деференцирование импульса и переводя расстояние в скорость. Так что Хаббл посчитал скорость ну, как говорится, плак ему в руки. Но то, что дальше разбегаются галактики, разбегаются, все, пошли теории большого взрыва и еще куча всяких других теорий. А на самом деле из заключения Хаббла можно только сделать вывод, что на расстоянии, которое считается по современной цифре постоянной Хаббла на 13,6 миллиарда световых лет скорость разбегания достигает этой цифры 300 тысяч километров в секунду скорости вещества. И оно пропадает из наблюдения. Продолжается дальше. Но из наблюдения пропало. Потому что вот угол, то, о чем мы говорили, стал меньше минимальниче. Из этого следует сделать вывод, что наша Вселенная вообще-то конечна. Дальше. Ага. Все. Так. Ну вот иллюстрация к закону Хаббла к разбеганию в галактик. Но здесь немножко не в масштабе нарисовано. Не я рисовал. Я просил, чтобы мне нарисовали. Ну, можно сделать какие-то выводы. Так. О. Значит, мнимые числа. Неправильно. Мнимых чисел нету. Есть мнимая единица. А вот число мнимой единицы есть. Сколько мнимых единиц или мнимых количеств материи есть, оно будет. Значит, ну вот я нарисовал окружность для другого случая. А для случая написанного уравнения минус r квадрат я по декартову масян поставлю i и i и это будет окружность. И в этой окружности угол действительное число. Потому что длина дуги деленная на радиус, которые измерены в мнимых единицах дадут действительное число. Эйлер плачет со своей теорией комплексной плоскости. Вот и самое впечатляющее. Из субъективных представлений о окружающем вещественном мире я делаю попытку представить объективную структуру природы. Еще четыре года назад с этой же трибуны я сказал, что природа, мироздание, всегда и везде нет ни расстояний, ни времени, ну и естественно никакого пространства нет расстояний. Закон сохранения количества вещества и принцип наименьшего действия в нашем мире дают круг и шар. решение уравнения круга дают плюс-минус r и так далее. Вот это плюс-минус это свидетельство того, что есть вещество и антивещество принципиально неразличимое в нашем мире. Значит, это субъективное наше представление вот такое значит делаем предположение что структура материи природы в основе имеет круг но так как это природа где есть все всегда и везде этот круг двусторонний один круг из материи а второй круг из антиматерии значит решение уравнения через синусы для действительного круга на самом деле это движение математической точки по окружности вот точка пошла по окружности прошла π синус меняет знак точка уходит на ту сторону круга и продолжает движение вот в этой точке она вроде бы должна выйти сюда снова на эту на нашу сторону такое есть она выходит на эту сторону но она начинает двигаться по новому кругу принцип Гюйгенса Френеля объясняется то есть набор вот таких кругов плоскость этого круга имеет континуум направлений хоть так хоть так и во всех этих направлениях есть типа струн из количеств материи количеств материи значит с этим же кругом вот нарисован график видно или плохо видно плохо видно зарисована функция 2 синус фи деленное на фи значит и в точке 0 она дает значение 1 вот эта 1 подтверждает что вот эта окружность границы круга состоит из континуума нулевых математических точек нулевая математическая точка это 0 длина дуги ну естественно и хорда 0 но эта точка есть точек континуум суммы этих точек на длине окружности 2пи а 2пи трансцендентное число которое конца не имеет сколько там знаков после запятой бесконечно поэтому окружность на самом деле это и 0 потому что нарисованная окружность мы не можем не выделить какое-то направление они все вместе существуют дальше значит вот решение вот это решение приведенное его можно вот так нарисовать из точки которая движется провести две хорды и написать решение вот таким образом e равняется 2r умножить на синус на фи а h равняется 2r фи пополам на осинус фи пополам вот это мое понимание максвелла значит точка все равно продолжает двигаться по окружности но при этом меняются длинный хорды меняются соответственно вектор электрической напряженности и вектор магнитной напряженности вот здесь вот эта хорда вектор ее можно нарисовать вот стрелочку вот сюда два вектора хорда которые складываются в диаметр 2r поэтому 2r теперь то что я обещал магнитные силовые линии которые фарадей получил рассыпав опилочки над магнитом или над проводником стоком оставляем эту хорду этой же длины хорду ваш под тем же прямым углом продолжаем и через новые две точки строим новую окружность длины 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 чуть-чуть чуть-чуть так значит радиус диаметра сместился засор сместился значит оставляем той же самой под тем же прямым углом рисуем еще длины строим еще одну окружность магнитные силовые линии поле магнитных силовых линий которые подсветил железному я могу нарисовать окружности в другую сторону то же самое я могу нарисовать окружности вокруг оставив вектор тогда этот это природа есть все сразу вместе и на самом деле Максвелл теорию надо понимать как реализацию принципа корпускулярно волнового дуализма есть круг имеющий площадь и этот же круг может быть представлен как квадрат суммы двух гармонических колебаний колебаний ну это для для тех кто хочет по методу академика бехтеревой загрузить мозги сверх задачи это картинка для универсального взаимодействия я ее потихоньку решаю в мозг загружена задача но пока потихоньку движется и если будет видно 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 или нет но здесь у меня то здесь я вижу это картинка суммы я его называю монтенегриком вместо фотона количество материи света не имеет скорости бесконечная скорость а конечная скорость для количества вещества поэтому фотон монтенегрик обязан состоять из нескольких количеств материи я предполагаю что это материя с радиусами 2п единица единица деленная на 2п потому что число 2п единственное которое природа дает нам напрямую которую мы не вычисляем каким-то образом мы его находим оно бесконечно мы убеждаемся но напрямую нам его дает природа поэтому очень логично ввести абсолютную систему единиц где никаких размерностей имен физических величин участвующих в процессе наблюдения окружающего мира нету а есть универсальная абсолютная единица измерения 2п производная 2п деленное на 2п будет единица и обратная величина минимальнейшая единица деленная на 2п вот сумма трех таких кругов когда получается из первого круга 2п на нем этот круг по идее из-за того что он имеет континиум направление дает сферу а по поверхности по этой сфере круг который тоже получился сфера потому что единичного радиуса она тоже дала сферу она крутится вот в каком угодно направлении вот для этого случая будет справедлива формула планка энергия потона равняется h вот эти дополнительные вращения двух дополнительных сфер вокруг основной сферы радиусом 2п дают именно увеличение каждой из оборотов новой сферы добавляет энергию не изменяя первоначального размера 2п радиус так все очень хорошо 5 минут на вопрос если у вас вселенная стационарна и значит нет куда ей брать энергию на то чтобы разбрасывать вещество на отдельности новые ну на дробление значит у вас происходит только сжатие соединение отдельности во все меньшее количество все большего размера объектов физических так вот это гармонические колебания с любыми радиусами с любыми периодами нет но вы не ответили на сам вопрос значит вопрос ну с моей точки зрения смысла не имеет потому что вселенная как часть природы вот есть вся сразу и целиком но тогда вселенная смертная она конечно она не конечно вот это гармонические колебания а гармонические колебания почему так и называются по старым справочникам в новых нету этого потому что они есть от минус бесконечности до плюс бесконечности и по времени и по расстоянию поэтому вот если мы взяли я беру 2пи единица единица деленная на 2пи и в принципе вот это и есть уже вселенная потому что фрактально я в нее запихну как угодно вот тот график на котором было не видно там есть что максимумы сумма максимумов смещается от каждого периода она находится в разном месте так вот один из периодов это есть вселенная другой период еще одна вселенная информация информация уже есть в фазах колебаний ну да можно написать измеряемый как в мнимых единицах здесь у да для окружности да там угол без всяких вопросов а площадь будет минус площадь будет отрицательной да то есть на самом деле извлекая корень квадратный ну нету отрицательных чисел ну отрицательных у меня счетные отрицательные числа как отложенное вычитание есть а как количественное число его нету поэтому мы вроде как измеряем антиматерию материи получаем минус единицу извлекаем из этой штуки корень квадратный и вводим как новая единица можно интереснее поступить можно извлечь корень четвертой степени из единицы. Получить плюс-минус единицу и плюс-минусы.